Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник. Эта фраза должна взбодрить и разбудить всех и каждого. С вами программа «Утренний эспрессо». Игорь Пашечко и Екатерина Чапорук сегодня в студии. Да, мы от всей души надеемся, что эта фраза вас действительно взбодрит. Что ждет вас сегодня в нашей программе, узнаем из анонса. А мы желаем вам отличного настроения, хорошего утра и прекрасного дня. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Брест новогодний. Какие новинки в оформлении улиц города ожидают нас в этом году, узнаем у специалистов. Вкусно, полезно, оригинально. Очередным рецептом отличного завтрака поделится Иван Гринин. Новый проект городского парка «Усадьба Берестейского Деда Мороза» откроется в Бресте. Что ж, каждая пятая машина не прошла техосмотр. Таковы результаты очередного рейда сотрудников госавтоинспекции и белтехосмотра. В рамках осенней декады в Бресте и области провели 67 совместных рейдов, во время которых проверили более 5000 единиц автотранспорта. Из них более 1000 не прошли техосмотра. Это ни много ни мало. 22% от числа проверенных машин. Водители этих транспортных средств получили штрафы. Кроме того, наказаны 40 должностных лиц. Предприятия, виновных в выпуске на линию подвижного состава, без техосмотра и с неисправностями. При этом специалисты отмечают, что, к сожалению, динамика последних лет неутешительна. По результатам таких декад примерно 20-25% автомобилей передвигаются по нашим дорогам без техосмотра. А это чревато последствиями. Остается лишь еще раз призвать всех автовладельцев своевременно пройти техосмотр, чтобы передвигаться без лишних проблем, нервов. Ну и учитывая погодные условия, которые нас ожидают, сегодня с утра дождь, а уже в середине недели серьезный минус будет. Поэтому, друзья, наверное, нужно задуматься о безопасности собственной и окружающих. Ну и, кстати, о погоде. Да, прогноз погоды. Партнер показа прогноза погоды – компания Белтелеком. Безопасность в доме, офисе, квартире можно обеспечить использованием самых современных технологий. Видеонаблюдение, контроль проникновения, движения, задымления и подтопления могут быть организованы с услугой «Умный дом» от компании Белтелеком. По желанию, можно даже воспользоваться «Умной розеткой», которой можно управлять через интернет. Всю же дополнительную информацию можно получить по телефону 130 и на сайте белтелеком.бива. Итак, прогноз погоды с компанией Белтелеком. Продолжение следует... Доброе утро, Брест! Доброе ранец, Беларусь! Доброе утро! Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Брестская область, доброе утро! Добрый ранец, Беларусь! Доброе утро, Брест! Брестская область, здравствуй! Мы продолжаем нашу программу и продолжаем ее розыгрышем. Конечно же, прекрасный подарок – сертификат на посещение в детскую игровую комнату «Рио». Отличный подарок для детей, которые, уверенно, смотрят нас сейчас и собираются в школу многие из них. Кстати, вот именно в первой половине у нас наиболее активные малыши, в первой половине программы я имею в виду. Поэтому все для вас, уважаемые дети. По цитате будем угадывать произведение, обязательно называть его автора. 21, 55, 65. Очень у нас такой сложный, я бы сказала, вопрос. Итак, следующее. Она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умел бы только важничать. Очень знаменитая сказка, просто легендарное произведение. Каждый из нас, уверенно, его смотрел. Конечно. Экранизацию, да. И, кстати, есть и экранизации, мультики всевозможные. Вот. Не будем пока подсказывать, ждем ваших звонков. Конечно, попозже какие-то подсказки, я думаю, можно было бы использовать. О настоящей дружбе. Это сказка о преданности. Сестринской братской любви. Да. А что же еще можно сказать? Главная героиня безумно красива, но холодна. Вот такая главная... Одна из главных героиней. Одна из главных героиней, да. Негативный персонаж. Да. А что еще вам подсказать, уважаемые друзья? 21, 55, 65. Вот это подскажем вам, да. Да, прямого эфира. Поэтому, если вы дозвонитесь, мы с удовольствием с вами пообщаемся. И вместе угадаем, какая же сказка, собственно, была сейчас озвучена. Цитата из какой сказки. Повторяем еще раз цитату. Да, она хотела... Есть звоночка у нас. Доброе утро. Не буду повторять цитаты. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Хорошего дня. Как настроение у вас? Хорошее. Хорошее. Собираюсь на работу. Отлично. Ну, это замечательно. Наталья, мы рады, что вы делаете это вместе с программой «Утренний эспрессо». Ну что, вы догадались, что за сказка? Это сказка «Снежная королева». Совершенно верно. Правильно, правильно, конечно. Кто написал, помните? Ну, написал эту сказку замечательную. Андерсон. Андерсон, да. Правильно. Харкетсиан Андерсон. Наталья, огромное вам спасибо. Не хотели бы вы кому-нибудь передать привет прямо сейчас, в это утро понедельника? Ну, я хочу пожелать вам успехов. Смотрю вашу программу и знаю, что у вас маленький ювелир. Вам год скором на этой неделе. Пожелать вам успехов творческих. Хороших зарплат. Хорошего настроения. Всего самого хорошего. И с наступающим Новым годом. Спасибо огромное. Взаимно с наступающими праздниками. И вас тоже. Ну, видишь, какие нас внимательные телезрители. Для тех, кто не понял этой информации, 15 числа действительно телеканал «Белорусский Теребрест» отмечает свой первый юбилей нашему каналу год. Будет очень много интересной информации, подарков. В течение всего дня. В течение всего дня, да. Наталья, мы вас поздравляем с вашим выигрышем. Просим вас оставаться на линии. Наш администратор расскажет вам, как вы можете забрать ваш подарок. Ну, а далее поговорим на серьезную тему. Наша самая серьезная рубрика, как мы принято ее анонсировать. Очень философская рубрика, скажем так, «Человечки». Ну, надо же, конечно, если прозвучился, надо лечь в кровать, пить и крыластво. Лежать. Ну, взять, глядусник, сильный, температура нет. Если сильные, уже в долг такую пошли, стал бы запахнуть. А если не сильные, то надо какое-нибудь там лекарство перенять. Сидж. Из-за соплива смогут еще не у тебя есть. Можно пить и к врачу, послушать, послушать, давайте ждать там анализы. И там мама сказала, выпей теплую воду, ты должен выпить. И там надо сиропа выпить какого-то. И там надо попшикать тебе вьет и едать. И тебе дать покапать капли в нос, если у тебя сопли. И если тебе глаза болят, то может покапать на глаза. Потому что бывают такие капли. Таблетки, пить лекарства. Идти домой, ложиться. Что? А еще? Ну, еще тепло, тепло накрыться. Попить простой водичкой, только теплой. Лечиться. Сегодня мы расскажем тебе, как стать репортером народных новостей программы «Утреннее эспрессо». Все очень просто. Любое интересное событие снимай любым удобным для тебя способом. Отправь видео на электронный адрес tv-sobakatrkabres.by Или в группу в социальных сетях ВКонтакте или в Фейсбук. Если раньше ты только мечтал об этом, то сегодня у тебя появилась реальная возможность стать репортером народных новостей. Сделаем программу «Утреннее эспрессо» вместе еще интереснее. Наш партнер – Белтелеком. Национальный оператор связи Республики Беларусь. Ну что ж, всего три дня осталось до подведения итогов. И вручение подарка главному и лучшему народному репортеру, который прислал нам свое видео, свои интересные новости. Ну и сейчас одна из таких новостей. Предлагаем посмотреть, что же там сняли наши корреспонденты народные. Субтитры создавал DimaTorzok Это был такой краткий обзор выставки плакатов нашими народными корреспондентами. Людям посчастливилось на нее попасть. Совсем недавно ее анонсировали. Мы, если не ошибаюсь, позапрошлую пятницу, мы говорили о ней, нашим коллегам Минским. Вот. И эта выставка уже завершилась, насколько мы знаем. И, да, наши народные репортеры на ней побывали. Конечно же, за этот короткий сюжет невозможно показать все то интересное, которое было на выставке. Но, тем не менее. Ну, вообще, замечательно то, что люди сходят на выставки. И, кстати, друзья, это еще одна интересная идея. Каким же видео можно поделиться с нами? Почему бы и нет? Ходите в музей, снимайте то, что вам нравится. Абсолютно любые. Абсолютно любое событие. Берите телефон, этого достаточно. И можно даже так красиво не монтировать и просто снять кусочек видео. Главное, чтобы все было понятно и видно на нем. В общем, все, что вам интересно, все, что вам нравится, все, что вас лично волнует и интересует, мы ждем и с удовольствием представим нашу программу. Ну, а пока хорошая новость для тех, кто любит хорошо покушать. Группа научных специалистов из Ельского университета и университета Коннектикута по итогам длительного исследования смогли доказать, что двойной завтрак полезен для здоровья организма человека в целом. В частности, такой метод питания может предотвратить развитие ожирения. Но сейчас ликуют все те, кто сидят на диетах. Двойной завтрак поможет сбросить лишний вес, подчеркивают специалисты. Они объясняют это тем, что в данном случае человек может рано утром, перед началом рабочего дня, съесть небольшую порцию завтрака, а затем повторить данную процедуру. Такой способ употребления в пище в первую половину дня помогает не переедать в обед и, соответственно, не перегружать желудок с утра пораньше. В рамках своего исследования специалисты наблюдали за школьниками на протяжении достаточно длительного времени. Ученые заметили, что дети, завтракающие дома и в школе, зачастую обладали нормальным весом, а дети, которые игнорировали утренний прием пищи, чаще страдали ожирением. Однако специалисты отметили, что очень важно, обязательно в завтраке должны быть включать полезные питательные продукты, то есть никаких сильно калорийных фастфудов и всего остального. Да, отруби овсянка, яйца, овощи, фрукты, соки, чашечка утреннего эспрессо. В общем, все, что мы любим. Ну, а как приготовить вкусный, полезный, красивый завтрак и насладиться им, мы сейчас узнаем от нашего постоянного бренд-шефа Ивана Гринина. Смотрим. Доброе утро. С вами бренд-шеф Иван Гринин. И сегодня мы приготовим карпаччо из нескольких видов помидоров с соусом из рикотто. Для этого нам понадобятся разноцветные помидоры, помидоры вяленые, лук синий, базилик, стебли сельдрея и рикотто. Сначала приготовим соус. Поместим рикотто в миску. Теперь возьмем синий лук. Его мелко нарежем. И добавим в рикотто. Теперь добавим помидоры вяленые на солнце. У них есть немножко маслица. Мы его сольем и нарежем. Тоже мелко. Немного базилика. 5-6 листиков буквально. Так, немного левку машем. Теперь это все тщательно перемешаем. посолим и поперчим. Солим и поперчим. Мы нарезали все помидоры и все наши ингредиенты готовы. Осталось только все выложить и украсить. Сначала положим соус. Украсим листьями сельдерея. Базиликом. Помидорки немного посолим. Поперчим. 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 Овен. Сегодняшний день может подарить шанс стать ближе к реализации своей мечты. Пришло время для воплощения желаний, отложенных давно и на потом. Телец. Сегодня вам придется разбираться с потоком текущих задач. Проявите свои способности. Ваше умение оставить свою точку зрения может подвергнуть серьезной проверке. Близнецы. Энергетический потенциал большинства из вас снижен, поэтому постарайтесь сконцентрироваться на выполнении и завершении текущих дел. Рак. Смело проявляйте свою активность. Вам сопутствует творческий подход и уверенность в себе, что может значительно продвинуть вас на пути к реализации ваших замыслов. Лев. Дела пойдут в гору и привлекут единомышленников благодаря вашей исключительной коммуникабельности. Дева. День для вас достаточно позитивный и продуктивный. Вы без труда убедите любого, что ему надо сделать или как лучше поступить для его же блага. Весы. Этот день принесет большинству из вас много нового и окажется весьма удачным и результативным. Если вы проявите инициативу и будете вести себя решительно. Скорпион. У вас наступила очень удачная полоса. В данный период на вас буквально с неба посыплются самые интересные и выгодные предложения. Остается только не упустить шанс. Стрелец. День очень хорош для планирования и формулировки последующих жизненных задач. Вы с легкостью сможете отделить главное от второстепенного, что даст вам почувствовать себя хозяином собственной судьбы. Козерог. Довольно неплохой день. А в контактах с людьми, даже если возникнут какие-то разногласия, большинство из вас сумеет быстро найти точки соприкосновения. Водолей. Вас ждет замечательный и плодотворный день, который принесет немало приятных моментов. И помогут в этом близкие вам люди. Проявите активность и ловите удачу. Рыбы. Можно только позавидовать вашей интуиции. Вы выбрали очень подходящее время для восстановления сил в ближайшем будущем. Эта возможность может вам не предоставиться. К нам присоединился наш гость. Тема у нас тоже такая весьма радостная, потому что мы будем говорить о новогоднем оформлении областного центра. В студии директор Куб Брестское дорожное эксплуатационное предприятие Павел Багнюк. Павел Петрович, доброе утро. Доброе утро. Ваши специалисты занимаются световым оформлением всего города. Процесс еще идет или уже все готово? Ну вы знаете, волей судьбы нам с 1 января текущего года присоединили горсвет. И все эти вопросы встали в нашу компетенцию. И естественно, это для определенного части коллектива было в новинку. И чтобы как-то порадовать наших жителей, мы начали изучать все новинки, которые в других городах есть. И хотелось бы все вот эти новинки, которые можно было с технической точки зрения у нас исполнить. Мы все это спланировали. Это то, что мы предложим в этом году нашим горожанам, это плод нашего коллективного мысли. Поэтому те моменты, которые уже люди наши видят, брещане, а мы потихонечку устанавливаем, подключаем людей, готовим к празднику, чтобы настроение было поднималось. Хотя есть два объекта, которые будут включаться в определенные дни. Это главная елка Московского района, ну и наша главная елка городская. Они 16-17 соответственно будут включаться, поэтому мы их включим. То есть вот уже на днях. Вот уже на днях, между прочим. А остальные все моменты мы очень интенсивно каждый день что-то устанавливаем, что-то включаем. Пока процесс ведется, вот наши корреспонденты, между прочим, подготовили материал такой новогодний. Как раз таки уже о тех объектах, которые включились, предлагаю вместе посмотреть и потом обсудить. Дефицита с лесными красавицами в квартирах не будет, если вы делаете выбор в пользу натуральных, а не искусственных новогодних елок. Более двух тысяч праздничных деревьев различной величины до Нового года будет предложено жителям и гостям города. Цены будут варьироваться от 7 рублей до 22. То есть метровая будет 7 рублей, 3-4 метра будет 22 рубля, двухметровая по 9 рублей. Продавать новогодние елки будут на двух площадках. Непосредственно в Брестском лесходе и на праздничной ярмарке по улице Гоголя. А вот самовырубом и самовывозом природоохранники заниматься не советуют. Дороже обойдется. На сегодняшний день новогоднюю ель проще ее приобрести на новогоднем базаре. Будем говорить выгодно, чем платить такие штрафы, которые на сегодняшний день предусмотрены статьей 22-й кодекса администрационных нарушений, который составляет от 5 до 30 балловых величий. О приближении новогодних праздников можно уже догадаться по главным елкам на площадях городов и поселков, отделке витрин и магазинов. В эти дни подготовка в самом разгаре. В полной красе праздничные улицы предстанут перед жителями и гостями Бреста 17 декабря. Но уже и теперь в вечернее время можно увидеть часть новогоднего украшения. Хотя главные сюрпризы еще впереди. Не будет перед праздниками и непосредственно на Новый год режим экономии по освещению зданий и улиц в областном центре. Полным ходом к празднику готовятся и предприятия торговли. Кроме отделки витрины, внутреннего украшения торговых залов, все объекты в этот период будут закрываться позже обычного. А точки общественного питания перед праздниками будут работать до 2 часов утра, в новогоднюю ночь до 6. Подготовлен широчайший астроцемент продукции, как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров. Предприятия города готовы представить скидки. На сегодняшний день, я скажу, количество скидок по сравнению с прошлым годом увеличено на 45%. И охватывать будут не только товары премиум-класса, но и дешевые товары, товары повседневного спроса. Это вот марсианская елка, она уже горит. Очень многие спрашивают, почему она такая немножко неровная. Нужно внести ясность очередной раз, что это не просто елка, она особенная. Любой арт-объект должен иметь свою изюминку. Вот даже те вопросы, которые вы задаете, если бы она была такая, как всегда... Обычно. Никто бы не спрашивал, правда, не обращали бы на нее внимание. Да. Павел Петрович, ну вы, можно сказать, главный волшебник, да, кто создает вот всю красоту вот эту новогоднюю. На самом деле, когда мы смотрели репортаж, даже вот так мурашки по коже бежали. Потому что, а вот фонтан, расскажите вот это вот новшество, где у нас такое? Ну, когда я уже говорил, что когда мы калитивом собирались и вырабатывали вот какую-то концепцию, определяли арт-объекты, где что можно сделать, как порадовать людей, вот. Ну, и один из моментов это стало кольцо на Варшавском шоссе. Развязка это большое, да? Вот это большое кольцо. Ну, не секрет, со всех времен Брест считался главными вратами нашей республики. Вот, и люди, приезжающие, вот, должны какую-то чувствовать наступление Нового года, праздничность. Сразу настроение, то есть с границы. Да. И было немножечко технологически непросто, но мы вот выбрали этот арт-объект, изготовили вот этот фонтан, и он радует уже сегодня людей. Ну, даже вот эти вот, и елочки вот эти на мосту, которые уже стоят, вот как по мосту большому ехать. Элочки у нас традиционные. Ну, просто настроение шикарное создают. А вот второй фонтан на улице Рженикидзе, вот, мы тоже запустили. И наблюдаем за тем, как он работает, и как на его реагируют люди. И очень приятно, когда там фотосессии. То есть, впервые, да? И первые стороны. Хочется еще узнать, вот какие еще будут объекты, где еще смотреть, ловить вот эти взгляды моменты? Ну, если можно, конечно, раскрыть. Или это секрет? Ну, когда включится наружное освещение, заиграют вот эти наши украшения, вы, пожалуйста, посмотрите возле ЦМТ. Вот, там новинки есть. Они еще... Секретики, но, по крайней мере, место положения. Да. Московскую администрацию, посмотрите, мы тоже там кое-что новое предложили. Вот. Ну, а самое главное волшебство будет на главной елке. То есть, на Ленина? Да. Там будет основной. Мы пока не будем раскрывать все. Ну, правильно, да. Конечно. Площадь будет совершенно по-новому выглядеть. По-новому. Вот это здорово. Еще раз, давайте напомню, какого числа открывается эта елка? 16-го Московская елка у нас открывается, и 17-го главная елка. Мэр будет открывать главную елку. То есть, открытие, праздник, открытие елки будет здорово. То есть, уже будет окончательный старт нового года. И все засияет. Да. Здорово. Отлично. Праздник прямо аж. Сейчас пока горят не все объекты, то есть, они устанавливаются, вешаются. Устанавливаются. Мы же видим, где-то там шары появились, где-то еще что-то на деревьях такое интересное. Ваши сотрудники в этом направлении, для них это какой-то особый жаркий период или всегда такой напряженной работы? Вы знаете, жаркий, потому что мы работаем каждый день с продленкой и субботу, воскресенье в том числе. Вот. Иначе, ну, иначе мы не успеем все эти объекты, которые мы наметили, украсить. То есть, целая команда художников, которая что-то придумывает, что-то, да, сооружает, сочиняет. Ну, кстати, у нас художников нет, мы по неволе художниками становимся, технические работники. Вот. Даже так? Ну, так это вообще здорово. Свою инициативу, да. То есть, талантовый человек талантлив во всем заметит. И не только вот люди, которые могут нарисовать это предложить. У нас еще куча есть технических работников, сварщики, которые варят эти конструкции с очень высоким художественным таким восприятием мира сего. Поэтому вот те вещи, которые вот совместно с электриками мы сегодня можем предложить нашим присянам. Скажите, ну, а вот, может быть, какие такие есть цифры о том, сколько лампочек загорится? Или, может быть, какие-то, ну, особенности? Это же необычная лампа. Это, скорее всего, светодиоды, да? Или что это вот горит у нас в основном? Ну, посчитать, посчитать эти светодиоды. Нереально, да? До следующего Нового года считали бы. Хотя вот, хочу сказать, мы улицу Ленина хотим немножечко еще больше праздничным сделать. Поэтому до Нового года наше наружное освещение поменяем на светодиодное и уверены, что праздничность вот этой самой главной улицы, в том числе площади Ленина, она будет особенно в этом году. То есть еще усилится, да? Да. За счет вот этого света, да, который поменяется, он будет белым, да, а не желтым. Белым, да. Слушай, уже хочется на елку бежать скорее. Вот прямо сейчас, да? С местом. С 16-го числа, 17-го числа. Мы ждем с нетерпением, на самом деле, всех этих новинок. Спасибо вам большое за то, что ваши сотрудники так много работают над этим вопросом. Спасибо, что сегодня уделили нам время. Да, Павел Викторович, просим передать огромный привет и спасибо вашим сотрудникам за вашу работу. Я обязательно это сделаю. Спасибо большое. Друзья, ну мы поговорим дальше на темы, которые волнуют жителей нашего региона. У нас впереди горячая линия, ведущая уже в студии. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Ирина Петровна живет в Каменце. У нее есть двухлетний ребенок. Женщина хочет подать на алименты и на свое содержание от бывшего супруга. Ирина Петровна собирается устроиться на работу по совместительству на полставки. Будет ли мне положено содержание в таком случае? Задает вопрос женщина. Ирина Петровна, мы попытались разобраться в вашей ситуации и выяснили, что если вы будете трудоустроены, то алименты на ваше содержание от отца ребенка вам не полагаются. На горячую линию обратилась брещанка Ольга Николаевна. С ней был заключен трудовой контракт. Срок действия контракта закончился, и наниматель принял решение его расторгнуть. У Ольги Николаевны пожилые родители пенсионеры. Она является единственным кормильцем в семье. Могу ли я настаивать на продлении со мной контракта на этом основании? Хочет знать телезрительница. Ольга Николаевна, так как ваши родители получают пенсию, вы не можете считаться единственным кормильцем в семье. Наниматель имеет право уволиться по истечению срока контракта работника без объяснения причин. Следующий вопрос от Александра Николаевича из Бреста. Мужчина нарушил правила обгона транспортным средством, за которое получил наказание в виде штрафа с лишением водительских прав на 6 месяцев. Данное нарушение предусматривает наказание с лишением водительских прав или без лишения. Александр Николаевич работает водителем, это единственный доход. У него есть двое несовершеннолетних детей. Могу ли я обжаловать решение в суде и как это сделать, спрашивает телезритель. Александр Николаевич, по закону Республики Беларусь вы можете обжаловать данное постановление в течение 10 дней со дня его вынесения. Однако факт обжалования еще не означает, что вам изменят меру или вид наказания. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Доброе утро вместе с утренним эспрессом! Доброе утро, Брест! Всем привет, всем хорошего настроения! Привет, Брест! Просыпаемся вместе с Беларусь 4! Доброе утро, наши уважаемые телезрители! Мы продолжаем. В нашем кинотеатре уже стала традицией проведения недель фильмов разных стран. И сегодня, 12 декабря, открывается показ фильмов в рамках проведения недели казахского кино, посвященного празднованию Дня первого президента Республики Казахстан и 25-летия Дня независимости Республики Казахстан. Демонстрация фильмов пройдет в кинотеатре Беларусь в ВИП-зале с 13 по 18 декабря. Перед зрителями будет представлена вся программа фильмов киноэпопеи «Путь лидера», фильмы «Дорога матери» и многие-многие другие. Все они будут демонстрироваться на русском языке. Вместе с героями фильмов вы переживете все самые удивительные моменты и радость, и слезы, и сострадание, и смех. Одним словом, наши казахские друзья поделятся с Брестским зрителем своим самым лучшим репертуаром. Сегодня открытие. Напоминаем, что открытие пройдет с участием чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь господина Ергали Балегенова. Открытие этого мероприятия сегодня, а с 13 по 18 число все желающие смогут посетить Дни казахского кино в Бресте и познакомиться с творчеством казахских кинематографистов. Ну, а мы продолжим говорить на такие интересные, важные, актуальные темы. Сразу два любопытных праздника отмечались накануне 11 декабря. Международный день танго и Международный день гор. Горы занимают практически 1 четвертую поверхности суши и являются домом для почти 13% населения нашей Земли. И, конечно, нельзя забывать, что горы – это заповедник для многих, многих уникальных видов растений, животных, источник воды для всех основных рек Земли. Это нужно знать всем и каждому. И беречь природу. Ну, а что же касается Международного дня танго, то 11 декабря он отмечается не случайно. Именно в этот день родился аргентинский певец и киноактер, которого считают королем танго Карлос Гордель. Ну, а какие события, связанные с днем 12 декабря во всем мире, в разные годы нашей истории узнаем из исторического обзора «Отреннего эспрессо». 12 декабря знаменована следующими событиями. 1796 год. Согласно указу Сената, Минская губерния поделена на 10 уездов. Бобруйский, Борисовский, Вилейский, Дисненский, Игуменский, Мозырский, Минский, Пинский, Речицкий и Слуцкий. Позднее Вилейский и Дисненский уезды отошли к Виленской губернии, а к Минской присоединили Новогрудский уезд. 1901 год. В Великобритании основана ассоциация настольного тенниса. У его истоков стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигаретных коробок. Мечами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги. 1912 год. На сцене Большого театра в Москве состоялась премьера знаменитой народной музыкальной драмы Мусоргского «Хованщина» в постановке Федора Шаляпина. Опера описывает короткий период всегластья князя Ивана Хованского, назначенного царевной Софьей после Стрелецкого бунта начальником Стрелецкого приказа. 1952 год. Принято распоряжение Совета министров СССР об организации в Минске авиаремонтной базы. Спустя 10 лет она стала Минским авиаремонтным заводом. 12 декабря 1977 года родился участник бывшей команды КВН, актер и телеведущий Сергей Светлаков. На сегодняшний день известен по многим ролям в фильмах. Среди них «Елки», «Дженгли», «Горько» и другие, а также как участник программы «Прожектор Пейрис Хилтон». Продам дачный участок в садовом товариществе «Пролеска» Жабенковского района. Площадь 5 соток в частной собственности. Свет – водопровод. 18 километров от Бреста, 8 километров от Жабенки. Цена – 2850 белорусских рублей. Телефон МТС – 375 29 721 90 25. Продам автомобиль Mercedes-Benz Vita 115 2008 года выпуска. Цвет – черный металлик, легковой вагон 8 плюс 1. Состояние – отличное. Стоимость – 25 тысяч белорусских рублей. Телефон – 8029 643 4193. Только в декабре. Любое сложное окрашивание всего за 47 рублей. Подробности у администратора салона. По телефону. 210 762 МТС 728 12 55. Волком 601 23 55. Онлайн-запись sunlove.by. Такси-сити в Бресте. Цена поездки – рубль 50 до 1 километра. Каждый последующий километр – 60 копеек. Также оказываем услуги. Детское сидение в машине. Трезвый водитель. Запуск двигателя при севшем аккумуляторе. Вызов эвакуатора и грузового такси. Во многих машинах – бесплатный Wi-Fi и AUX. Такси-сити. Телефон МТС и Волком. 565 4 шестерки. Такси сейчас – не роскошь. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает. Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не перегружайте электрическую сеть. Не эксплуатируйте неисправные электроботовые приборы и приборы отопления. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Беларусь-4, Брест. Телефон рекламной службы. 8 0162 20 35 45. Продолжаем нашу программу. Напоминаем, мы сегодня в прямом эфире. Как и каждое утро. Как и каждое утро. Программа «Утренний эспрессо» поднимает вам настроение каждое утро буднего дня, друзья. Мы вживую работаем. Да, мы просыпаемся раньше вас для того, чтобы ваше утро было максимально позитивным и информативным. Так что просыпайтесь, пожалуйста. Хватит уже дремать перед телевизором. Да, мы вместе с вами, дорогие друзья. Это не запись. Ну что ж, Брестский коллектив «Каролинка» завершит год своего 25-летия «Калятками» в Сенате Польши в Варшаве. В репертуаре полонийного фольклорного ансамбля «Песни и танцы» десятки аутентичных народных произведений, собранных как в Польше, так и на Белорусском Полесье. Все в музыкальной обработке, сохраняющей колорит исполнения в конкретном регионе. На сцену артисты выходят в костюмах, которые точь-в-точь, прям детально соответствуют той или иной местности. Сегодня в ансамбле около 100 человек разных возрастов исполняют не только польские песни, но и танцы, но и русские, белорусские и украинские. За годы своего существования коллектив выступал во многих городах Польши, а также в Германии, Португалии, Украине и Канаде. Выступление в Варшаве же запланировано на 20 декабря. Ну а мы продолжаем знакомить вас с выдающимися людьми нашего региона. Далее поговорим тоже о творчестве. Героиня нашего следующего сюжета была награждена медалью Франциска Скорины. Преподаватель Брестского музыкального колледжа имени Ширма. Она является дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра Брестского музыкального колледжа, который неоднократно становился лауреатом на республиканских и международных конкурсах. С Людмилой Жабинской пообщалась наш утренний корреспондент Татьяна Полтать. Посмотрим. Уже почти 40 лет Людмила Жабинская преподаватель Брестского музыкального колледжа имени Григория Ширмы. Кроме этого, дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра, который действует при этом учебном заведении коллектива заслуженного. Мы не смотрим на время своей работы. Мы энтузиасты. То, что воспитали у нас наши преподаватели, и то, что мы воспитываем в наших ребятах. Любовь к музыке, она не подразумевает какого-то времени сказать, что все, я свое отработал, я ухожу. Нет, это постоянная, в общем-то, 24 часа в сутки – это постоянная работа. За почти 40 лет работы в колледже она выпустила не одну сотню блестящих музыкантов. Кто-то остался работать в родной альмаматор, а кто-то уехал покорять столицу, Москву, Питер и даже Запад. Играют в самых известных коллективах. Уже с первых дней первого курса Людмила Михайловна превращает простых студентов в музыкантов симфонического оркестра. Он, кстати, действует при колледже уже 65 лет. Этот коллектив любительский, он не носит статуса профессиональный. Однако данный факт ни в коем случае не облегчает работу его руководителя наоборот, заставляет стремиться ко все новым высотам. Ребята, которые уже приобретают навыки коллективной игры, которые что-то умеют, которые уже выучили, знают репертуар, они должны уходить. На четвертом курсе они уходят, появляются новые ребята, которые ничего пока не умеют. И опять надо начинать с нуля, и опять надо учить, обучать. Опять приходим тому, что научили, и опять вот такая смена идет поколений. Ну, такая преемственность поколений, она характерна для всех музыкальных школ, она характерна для музыкальных колледжей. Созданный легкой рукой патриарха музыкальной педагогики Михаила Солопова сегодня коллектив вполне заслуженно называют визитной карточкой Брестского музыкального колледжа. В свое время им руководили люди-легенды. Потому крайне важно было соответствовать предшественникам, продолжать их добрые традиции, и ей это удалось. За последние 10 лет, которые Людмила Жабинская является художественным руководителем и дирижером оркестра, коллектив одержал немало побед. Было много концертов, было много поездок. Интересно, например, нам ездить в музыкальные школы с ребятами, которые сами закончили эти музыкальные школы. И когда мы играем, эти ребята, которые приезжают в свои школы, возвращаются, играют с нашим оркестром в качестве солистов, вы не представляете, насколько это трогательно, видеть слезы на глазах у преподавателей, которые работают в школах, и слова благодарности. В свое время она создала большое количество интересных проектов, которыми и сегодня славится колледж. Это и дебют с оркестром, когда начинающие дирижеры получают свой первый опыт становясь к оркестру. Это и всеми любимый проект «Музыка наших дней». Мама всегда хотела, чтобы дочь стала музыкантом. Во многом именно ее желание предопределило судьбу дочери. Закончив консерваторию, Людмила приезжает в Брест по распределению, и ей тут же предлагают создать оркестр. И вот уже 35 лет ее оркестр белорусских народных инструментов успешно и плодотворно функционирует. Сегодня достояние Бреста. А ведь когда создавала его, ей было всего лишь 22 года. Человек должен уметь делать и не бояться брать, создавать новые коллективы, делать, и он должен понимать, что тогда он будет в жизни все время востребован. Поэтому не просто заниматься теоретически в классе, а так, чтобы это приносило какую-то потом результативность в работе. Деятельность таких людей не остается незамеченной. Вот и вклад Людмилы Жабинской был оценен, причем на самом высоком уровне. В числе последних достижений медаль Франциска Скорины, но она говорит, дипломы и награды всегда принимала скорее как аванс. Большое видение на самом деле на расстоянии, понимаешь, насколько это огромное счастье заниматься любимой работой, получать от этого огромное удовольствие и понимать, что в свое время судьба дала такую возможность, такой шанс. Поэтому, когда человек занимается своим любимым делом, и работа приносит радость, удовольствие и приносит любовь, наверное, это самое главное, что может быть в жизни. Овин в сегодняшний день может подарить шанс стать ближе к реализации своей мечты. Пришло время для воплощения желаний, отложенных давно и на потом. Телец. Сегодня вам придется разбираться с потоком текущих задач. Проявите свои способности, ваше умение оставить свою точку зрения может подвергнуть серьезной проверке. Близнецы. Энергетический потенциал большинства из вас снижен, поэтому постарайтесь сконцентрироваться на выполнении и завершении текущих дел. Рак. Смело проявляйте свою активность. Вам сопутствует творческий подход и уверенность в себе, что может значительно продвинуть вас на пути к реализации ваших замыслов. Лев. Дела пойдут в гору и привлекут единомышленников благодаря вашей исключительной коммуникабельности. Дева. День для вас достаточно позитивный и продуктивный. Вы без труда убедите любого, что ему надо сделать или как лучше поступить для его же блага. Весы. Этот день принесет большинству из вас много нового и окажется весьма удачным и результативным, если вы проявите инициативу и будете вести себя решительно. Скорпион. У вас наступила очень удачная полоса. В данный период на вас буквально с неба посыплются самые интересные и выгодные предложения. Остается только не упустить шанс. Стрелец. День очень хорош для планирования и формулировки последующих жизненных задач. Вы с легкостью сможете отделить главное от второстепенного, что даст вам почувствовать себя хозяином собственной судьбы. Козерог. Довольно неплохой день. А в контактах с людьми, даже если возникнут какие-то разногласия, большинство из вас сумеет быстро найти точки соприкосновения. Водолей. Вас ждет замечательный и плодотворный день, который принесет немало приятных моментов. И помогут в этом близкие вам люди. Проявите активность и ловите удачу. Рыбы. Можно только позавидовать вашей интуиции. Вы выбрали очень подходящее время для восстановления сил в ближайшем будущем. Эта возможность может вам не предоставиться. Доброе утро. Еще раз говорим всем тем, кто только что к нам присоединился. Спасибо всем тем, кто с нами с самого начала. Друзья, Новый год. Ведь от этого ощущения праздника никуда не уйдешь. Поэтому продолжим поднимать себе настроение. У нас в студии еще одного гостя, с которым мы продолжим говорить на новогоднюю тему. Здравствуйте. Доброе утро. У нас Наталья Куликович, художник парка культуры и отдыха города Бреста. Доброе утро. Еще раз. Доброе утро. На самом деле мы будем говорить сегодня о уникальной вещи. У нас в парке появляется новая усадьба. Усадьба Берестейского Деда Мороза. Да, конечно. Причем эта вещь не только уникальна, она изумительно, восхитительна. И, конечно же, все от мала до велика ждут чудо каждый год. В душе. И не просто каждый год, а круглый год, каждый день стремятся как-то действительно к волшебству какому-то. И мы даже в своем, так сказать, возрасте понимаем, что все-таки есть Дед Мороз. Хоть и не верится, но где-то внутри хочется, чтобы так и происходило. Обязательно. Есть он, конечно. И Дед Мороз решил заглянуть в Брест. Расскажите об этом проекте. Что будет он собой представлять? Давайте начнем. Где это будет? Да. Значит, Дед Мороз решил обосноваться у нас в Бресте, порадовать брещан и гостей нашего славного города. И администрация в парке Андрея Владимировича Щегельского, нашего директора, причем он, кстати, и вдохновитель, так сказать, идейный этого проекта. Он с Дедом Морозом договаривался? Да. Напрямую вел переговоры. И решили определить место, хорошее, уникальное, любимое для всех наших брещан. Это танцплощадка «Пляц», парк культуры и отдыха возле Большого озера. То есть прямо в центре. И что мы там увидим, придя? И самое главное, когда? Естественно, первое. Значит, увидят усадьбу Брестейского Деда Мороза, ворота, в котором в определенное назначенное время откроются. А даты известны или еще пока варивают? Конечно. 18 декабря в 15.00 мы ждем всех на открытие нашей усадьбы. И, естественно, хочется обязательно еще дополнить и поправить. У нас, значит, дополнительное представление еще. Значит, было заявлено в рекламе. Это 12.00 и 15.00. Но еще мы решили для более такой взрослой публики, то есть 18.00, 16.00 плюс, значит, сделать представление такое повзрослее в 17.00. Вот, тем более, что там действительно домик же сказочный. Тоже 18.00 числа, да? Это 18.00 числа будет открытие в 15.00. А с 19.00 по 8.00 января 2017 года будут в день даваться три представления в 12, в 15 и в 17.00. Отлично. Отлично. По возрасту очень здорово. Кстати, какой возраст? С трех лет и до? Какие-то ограничения есть? Нет, никаких абсолютно. Каждый для себя может выбрать то время, когда удобно. Здорово. Мы сейчас немножко заинтриговали наших зрителей. Пока мы будем рассказывать, что же там будет, давайте расскажем, что у нас еще и розыгрыш есть. Мы можем разыграть даже билеты на представление. Да, конечно, конечно. Два билета, каждый предусмотрит подарочек. Да, администрация парка приняла решение порадовать наших жителей. И сегодня будет два пригласительных билета. Вот тут даже написано подарок. Как в старые добрые времена. Мы все очень любим подарки. Вот. Подарки будут интересные. И загадать вопрос. Да, давайте загадаем вопрос. Конфеты – это обязательно. Обязательно. Конечно. Ну, сладости. Как без сладости? Причем вот конфеты классно, когда они действительно вот в этих вот таких вот картонных коробках. И чтобы их как можно больше. И то, что просто набрал вот эти вот конфеты. А вот в коробке картонной – это вот сразу праздником. Сразу праздником. Вот так, да? Здорово. Друзья, 21,55,65 – уникальное событие у нас сейчас в прямом эфире. Первые билеты первым счастливчикам достанутся, которые посетят резиденцию, усадьбу Берестейского Деда Мороза, которая только открывается впервые у нас в городском парке культуры и отдыха. Для того, чтобы выиграть эти два билета, которые предусматривают парки, нужно ответить на вопрос. Вопрос простой, с одной стороны, а с другой стороны сложный. В каком году была написана знаменитая песня «Елочка»? Ну, более известно, в лесу родилась елочка по первой строчке, но, тем не менее, в каком году она была написана? Уже есть звонок. Так быстро? Ничего себе? Мы удивлены. Доброе утро наш. Ждал, ждал вопроса. Итак, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Рад вас слышать, Александр. Для кого билеты выигрываете? Для племянницы. Для племянницы. А сколько лет? Пять. Пять лет. Пять лет, отлично. Ну, Александр сам с племянницей пойдет, ведь у нас же два билета. Да, два билета, отлично. Александр, и для вас также будет у нас билетик. Ну что ж, повторяем наш вопрос. В каком году была написана знаменитая елочка? Елочка. Именно в лесу родилась елочка. Так? Да. Если не врет в Википеде, то 1903-1905 год. Совершенно верно, да. Вот так вот, да. Если не врет, мы вас поздравляем, не врет. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Вам расскажут, как забрать ваши подарки. А мы продолжим общаться на эту тему. Ну, действительно, Google в помощь. Люди у нас очень быстро умудряются набрать ответы, вопросы, точнее, вопросы, найти ответы. Наталья, подскажите, но мы увидим замок, да, Деда Мороза, представление, что еще? Мы увидим шикарную елку, нашу красавицу. Тем более, что самое удивительное, вот, брещане настолько отнеслись к этому проекту, к нашему, что действительно они эту елку вырастили у себя на подворье, чуть ли не в центре Бреста, представляете? Вот, и подарили усадьбе эту шикарную, большую, красивую. Так она будет живой? Конечно. Ее пересадили? Нет, ну как, не пересадили, ее перевезли из подворья, именно в усадьбу Деда Мороза. Здорово. Да, и вот, да. Потому что сказочные персонажи, ну вот хочется сказки. Ну, естественно, зимушка-зима встретит гостей, потому что, ну как же без метелицы, без мороза, снежка и все такое. Вот, внучка-снегурочка со своими помощниками, конечно же, придет поздравить. Вот, ну Дед Мороз, он главный герой, вот. И, кстати, очень хочется зрителям сказать, что родилась такая вот идея, причем очень хорошая. Мы объявляем конкурс на две номинации. Значит, лучшее селфи с Дедом Морозом Берестейским, вот. И лучшая веселая, прикольная фотография в усадьбе Деда Мороза, вот. Ну, фотографии, естественно, там посылать мы определимся, вы, уважаемые ведущие. Да, мы с удовольствием будем анонсировать события, уточнять все нюансы. У меня вот вопрос возник. А скажите, ну вот сказка, да, вот прекрасная, прекрасная елка, ну Дед Мороз, снегурочка, а вот блинками порадует? Конечно, конечно. У нас же возле усадьбы будет работать каток, где можно взять на прокат коньки, финские сани. Вот, значит, наши прекрасные повара будут готовить и блины, и пирожки. Ну, самое главное, значит, и 100% идет, потому что блины будут, да? Да, если блины будут, идем. И подарки в коробках. Но не зря мы сделали акцент на то, что два пригласителя, два человека. Нужно учитывать то, что покупается билет и для взрослого, и для ребенка, и оба получают подарки в процессе этого предприятия. Да, обязательно, да. Вот все-таки вот эти... Это важно, это очень важно, что и взрослый получает подарок. Так взрослому же тоже хочется подарок, правда, получить. Я думаю, да, взрослый с удовольствием будет ходить. Потому что обычно вот идешь с ребенком, ребенок получает подарок, а взрослый вроде делаешь, что ему все равно, но суббит, то не все равно. А коробку-то с конфетами хочется, да? Наталья, скажите, а вот это время, 12, 15 и 17 часов, да? Каждый раз будет другое представление по возрастам или как вот? Или в любое время можно ребенка приводить? Можно в любое, конечно. В любое время можно приводить ребенка, но так как у нас очень талантливые, креативные люди работают в нашей команде, мы, естественно, будем смотреть и уважать любой возраст. То есть подстраиваться в процессе, да? Конечно, конечно, потому что у нас прекрасные, талантливые люди работают, которым это уже как бы закалканье впервой, так сказать. Вот и... Но не будет такого, что пришли все по стульчикам, сели и сидят? Нет, ни в коем случае. То есть люди полный интерактив, участвуют? Ни в коем случае. У нас шикарное музыкально-театрализованное представление. Не только для детей, но и для взрослых. Будут все участвовать, и мы никому не дадим на месте постоять, так сказать. И все это будет проходить именно на территории усадьбы? Территория вокруг елочки, это и славные наши хороводы, и, конечно же, более современные флешмобы, вот, и игры, розыгрыши от партнеров проекта, вот. То есть Дед Мороз идет на все прихоти, как бы, своих гостей. Естественно, он будет приглашать к себе в домик, чтобы показать, где он там чуть-чуть, там на пару часиков может прикорнуть. Вот, можно сделать фотосессию с Дедом Морозом в домике. То есть здесь все входит, вот, в этот билетик будет проходить. А по времени, вот, представление сколько длится? 60 минут. То есть час? Час, да, да. Вы можете еще, конечно же, там никто никого не будет, там, просить выйти, там все, будет достаточно времени сделать фотосессию на территории, у фотозон, на площадке. То есть до следующего представления можно спокойно там... Ну, конечно. Ну, как, не совсем до следующего, как бы, представления. То есть нужно подготовиться к Дедушке Морозу, правильно? Конечно, погулять по усадьбе можно будет, да. Хорошо. Усадьба работает, еще раз напомним, с какого числа? С 18-го открытия, в 15.00. 18-го открытия до 8-го числа января, да? Января, да. И на закрытии, конечно, будет тоже много сюрпризов, благодарностей. Мы будем приглашать, кто активно участвовал вот в жизни усадьбы, то есть награждение победителей этих двух номинаций, вот, естественно. То есть и 31-го декабря, и 1-го января тоже будут работать? Я прошу прощения, 31-го декабря не будет. Так, давайте мы это все, да, да, Дед Мороз будет отдыхать. За подарками 31-го не надо приходить. Да, и готовиться все-таки ночью, поздравляйте. Да, да, да. А 1-го числа в 15.00, пожалуйста, да. Да, здорово. А вообще вот этот проект, если уж перейти на такой язык, он будет ежегодным? Или это просто вот как-то так вот? Обязательно. Обязательно он будет ежегодным, он будет развиваться, и Дед Мороз, конечно же, будет брещан и гостей города радовать и удивлять все более новыми сюрпризами. Вот, может быть, и расширится эта усадьба, знаете, как пойдет. Ну, здорово. А есть какое-то ограничение по количеству людей? Вот все-таки как-то вот, как мне помнится, не очень большая там территория на вот этом вот лицу. Ну, знаете как, как бы ограничения так особого нету, но я думаю, что мы немножко будем как бы регулировать этот вопрос для того, чтобы было всем комфортно и удобно. Ну, а вообще, вот если говорить о зимнем отдыхе в парке, мы уже говорили о том, что будут, если позволит погода, да, и сани, и каток, какие-то еще развлечения зимой. Потому что принято считать, что карусели стоят, и все, и никакого движения нет. Ну, это как бы такое небольшое заблуждение, что карусели стоят. У нас же ведь есть аттракционы, которые могут работать и в зимнее время, и по погоде, конечно же, они будут работать. Это нужно будет уточнять на месте у администрации. Представляете, как зимой, на каруселях здорово, снег в лицо, она несется. Да, экстрим полнейший, зимний полнейший экстрим, да. Главное, что подарки потом давали. Да, мы же это обсудили, кстати, да, это важно, я пометил себе все эти моменты. Да, к взрослым нашим обращаемся. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас 8-го, нет, какой, а, 18-го. Да, да, 18-го декабря в 15.00 открывается уникальное заведение, это усадьба Берестейского Деда Мороза. Она откроется в парке, на пляцу, то есть вы не узнаете нашу танцевальную площадку, это будет абсолютно сказочное произведение, и там вас ждет все, что угодно. Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. И самое главное, мы еще раз напомним, что подарки получают не только дети, но и взрослые, что большая редкость в современной жизни. Вот так. Это спич, что я приготовился. Серьезно. Давайте какие-нибудь, может, секретики откроем. Что же за подарки все-таки будут? Ну, хотя бы так чуть-чуть. Значит, ну, самое главное, это конфеты. Это естественно. Ну, а дальше это будет сюрпризом для наших вещанных гостей города. Ну, вы говорили, что подарки по возрастам будут, да, как-то? Ну, вы знаете, как вот, допустим, семья приходит, вот, папа, мама и двое детей. Ну, естественно, хочется, чтобы какой-то был подарок семейный, чтобы вся семья могла воспользоваться этим подарком. То есть вот будет вот, ну, как бы такой расчет, ну, деткам, естественно, конфеты. Это однозначно. Ну, естественно, гости могут поучаствовать в сказочных викторинах, вот, в конкурсах, подготовиться к новогодним вопросам. И они получат прекрасные еще подарки от самого Деда Мороза. То есть если быть активным, то можно выйти не с одним подарком. Конечно, да, конечно. Учим стихи. Учим стихи, будем рассказывать и готовимся к этому замечательному событию. Что ж, ну, еще раз давайте напомним даты, время праздника этого. Пригласим всех в усадьбу Берестейского Деда Мороза. Приглашаем брещан и гостей нашего города, любимого, 18 декабря в 15.00 на открытие усадьбы Берестейского Деда Мороза. И с 19 по 8 января 2017 года усадьба будет работать, кроме 31-го. 31-го у Дедушки Мороза, извините, будет выходной. Это однозначно. И 1-го числа представление одно в 15.00. И дальше, со 2-го числа, пожалуйста, приходите. И, может быть, не может быть, а точно порадуем брещан в 17-м году. Что так реактивное, новое. Ведь у нас год интересного персонажа идет. О, да, вот это интересно будет. Да, он такой боевой, непредсказуемый тоже. И 8 января закрытие. Мы о закрытии, о времени, прошу прощения, заранее предупредим публику. Потому что, ну, как будет воздушная полоса работать у нас в аэропорту, как загружена 8-го. Да, да, да. Чтобы улетел Дед Мороз. Да, чтобы улетел Дед Мороз. Вот так. Ну что же, спасибо вам огромное. Наталья, огромное спасибо. За то, что столько позитивной информации нам сегодня рассказали. Приоткроем еще завесу тайны. Одну, то, что по розыгрыше у нас будут пригласительных билетов в усадьбу Берестейского Деда Мороза в программе «Утрение эспрессо». Поэтому, друзья, следите внимательно за эфирами и участвуйте. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня была художник парка культуры отдыха Наталья Куликович. Спасибо огромное, Наталья, что сегодня утром. Было что и время побывать у нас. Но мы продолжаем. Напоминаем, что сегодня в 16.00 в Малом Заре Книнтеатра Беларусь начнется неделя казахского кино. Ну, а мы переходим к обзору киноновинок. Посмотрим. Да, смотрим прямо сейчас. Мам. Демон завладел телом невинного 11-летнего мальчика. Главный герой фильма «Инкарнация» – священник, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на свои физические ограничения, главный герой фильма давно является экзорцистом. Его сила не в мышцах, а в духовном бесстрашии. Пастор имеет репутацию опытного борца с нечистой силой, которая проникает в людей и порабощает их души. Общество считает таких людей сумасшедшими, но совсем не всегда психическое расстройство является причиной странного поведения. Инкарнация – это по определению воплощение души в материальном теле. Вот только не всегда эта душа является Божьим творением. Священнику предстоит встретиться с могущественным проявлением злобной сущности, которая терзает тело 11-летнего мальчика. Демон этот настолько силен, что схватка с ним может стать для пастора последней в жизни. Это не на самом деле. Ты будешь гореть. О боже. Коль снохи. Инкарнация. Сегодня кого-то уволят. О нет, это моя сестра. У вас сегодня корпоратив? Это не корпоратив, а межконфессиональный праздничный вечер. Как это дерьмо не назови, оно отменяется. Ты шут хренов, я все вижу. Понял, ничего не будет. Все будет. Главный герой фильма новогодний корпоратив Клей Ванстон работает в филиале крупной компании, которая руководит его собственная сестра Кэрол. Дела под руководством Клея идут не очень хорошо, и он оказывается под угрозой увольнения и расформирования филиала. Но главный герой не привык отчаиваться. Чтобы предотвратить это, он решает устроить грандиозный корпоратив в честь кануна Рождества и этим самым привлечь крупного клиента. Но в процессе празднования вечеринка совсем выходит из-под контроля, и какими последствиями все обернется для Клея и его сотрудников, приходится только догадываться. Режиссерами фильма стали Джон Гордон и Уилл Спе, которые вынашивали эту идею еще с 2010 года. Фильм стал их третьей полнометражной картиной из восьми совместных проектов. Над сценарием работали тоже парно – Джон Лукас и Скотт Мур, которые ранее писали сценарий для всех частей фильма «Мальчишник в Вегасе». Так что поклонники такого рода фильмов явно не будут разочарованы и новогодним корпоративом. В главных ролях – Кейт Маккинон, Дженнифер Энистон, Оливия Манн и Джейсон Бейтман. Ваши действия будут иметь последствия, которые будут преследовать вас за вашей профессиональной жизнью. Тормози сейчас же, или я вышибу тебе мозги. Я люблю Америку! Оторвемся. Я люблю эту компанию! Что вы с ней сделали? Я снова живу! Ведь… могло получиться. Ты мной гордишься? Тебе лучше не знать. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречайте утро нового дня с утренем эспрессо. Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Уважаемые телезрители, мы сегодня с Игорем играем в Дедов Морозов, потому что у нас третий розыгрыш в эфире 21-55-65. Ну, я буду Снегурочкой, да. Ну, я имела в виду сказочных персонажей, которые дарят замечательные подарки. Третий розыгрыш с утра пораньше. Я думаю, что настроение должно поднять на 100% всем. Ну, да, Дед Морозов так просто подарки не дарит. Либо за хорошее поведение, либо за отгадку какую-то, или стишок. Но у нас все-таки загадка будет. Итак, дорогие друзья, подарок будет следующий. 25 декабря в 16.00 в зале Брестской областной филармонии состоится концерт, рождественский концерт камерного оркестра с замечательной пианисткой Татьяной Старченко. Вопрос у нас следующий. По телефону 21-55-65 вы у нас можете дозвониться. «Как зовут главного героя знаменитой рождественской истории Чарльза Диккенса?» Вопрос такой, я бы сказала, сложный. Сложный вопрос, или нет? Шикарное произведение, очень интересный, прекрасный мультфильм, который не так давно был снят. Удивительно, очень красивый. Ответ на этот вопрос подарит вам замечательный пригласитель на две персоны, на отличный вечер 25-го числа, который состоится. Вы можете пойти туда с близким человеком или подарить этот пригласительный подъятием самого настроения своим близким людям, знакомым, друзьям, потому что, на самом деле, вообще чудная возможность. Просто набрал номер, ответил и получил подарок. В общем, подарок. Концерт начнется рано в 16.00, то есть можно насладиться прекрасной музыкой, а потом пойти посетить где-нибудь в уютном кафе, выбить чашку кофе или, не знаю, чего-нибудь горячего, вкусного напитка. То есть насладиться, провести Рождество с душой. В общем, приятно провести время 25 декабря. В 16 минут камерная артистка. У нас сейчас очень много розыгрышей в эфире будет, именно связанных с праздниками, ну, что вполне логично. Поэтому, друзья, будьте внимательны. И еще раз вопрос надо задать, я думаю, как зовут главного героя знаменитой рождественской истории Чарльза Диккенса. Вы прекрасно знаете это имя. Им еще называют жадных людей иногда. А еще точно так же звали героя известного мультика диснеевского, целого сериала, я бы сказала. Подпел. 21-55-65 номер телефона. Дозванивайтесь, будем вместе угадывать, потому что мы очень хотим подарить вам этот пригласительный. Да, 25 декабря пройдет вот такое замечательное мероприятие. А 6-7 января планируется концерт группы «Спасение», нашей легендарной, также вместе с камерным оркестром. Это будет тоже замечательное просто мероприятие. Мы о нем расскажем немножко позже. И тоже, конечно, будем разыгрывать пригласительные билеты. Ну, и мы напоминаем, что пригласительный билет на концерт, который состоится 25 декабря в 16.00, в Брестской областной филармонии. Это потрясающий вечер, вечер музыки, который подарит массу положительных эмоций. И такого приподнятое, 100% будет настроение у всех посетивших это мероприятие людей. Ну что ж, зададим еще раз вопрос. Если до нас никто не дозвонится, мы продолжим нашу программу. Итак, еще раз, дорогие друзья, как зовут главного героя знаменитой рождественской истории Чарльза Диккенса? 21-55-65. Мы продолжаем нашу программу. Если вы дозвонитесь за время нашей следующей рубрики... Ну, а я скажу, что если кто-никто не дозвонится, то мы и ответ вам не назовем. Поэтому будем дальше разыгрывать. Пускай ищут люди. А вообще есть звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Как вас зовут? Павел. Павел. Привет, Павел. Сколько вам лет, Павел? Мне 9. 9 лет, отлично. Молодец. До 9 лет здорово. Ну что ж, Павел, знаете ли вы ответ на наш вопрос? Как зовут главного героя известной рождественской истории Чарльза Диккенса? Павел, ты еще с нами? Да. Как зовут? Как зовут главного героя? Макдональд. Как? Макдональд. Нет, не Макдональд. Нет, 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 нет. Звали Макдаком в утиных историях, да. Но как же имя его? Ну вспоминай, вспоминай. Вспоминай. Это такая подсказка была. Как? Еще раз. Макдак. Нет, 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 нет. К сожалению, нет, Павел. Мы хотим быть честными до конца, поэтому будем ждать другого звонка. Подсказка, загугли, и можешь перезвонить нам еще раз. Друзья, последний шанс 21-55-65. Есть возможность выиграть замечательный пригласительный, спланировать отличный вечер с близким человеком. Как зовут главного героя рождественской истории Чарльза Диккенса? Мы уже подсказали со всех сторон, как только можно. Все возможно. Поэтому, ну вот и не дали мне договориться с нашим звонком. Опять ей звонок. Ей звонок, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Елена. Елена, здрасте. Елена, как настроение с утра пораньше? Отличное. Это здорово. Вы уже на работе или только планируете туда попасть? Нет, дома. Здорово. Ну вот здорово. Не собираетесь сегодня? У вас выходной может? Нет, я в секрете. О, поздравляем. Поздравляем. Ну что, вы догадались? Ну, возможно, скруч. Скруч. Конечно. Совершенно верно. Мы вас поздравляем. С кем планируется сходить на такой замечательный вечер? С мужем. Это отличная идея. Можно вырваться из дома, особенно когда ты в декрете. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, на связи. Наш администратор расскажет вам, как забрать ваш подарок. Ну, мы продолжим. А мы продолжим, да, у нас впереди серьезная, послушаем серьезные рассуждения, рассуждения наших человечков. Так, дорогие друзья, не переключайтесь. Замечательная рубрика прямо сейчас. Ну, надо же, конечно, если прозвучиться, надо лечь кровать, пить и кровать. Лежать. Ну, взять, глядь, у них сильный температур, нет. Если сильные, уже в долг такую пошли с тобой запах. А если не сильные, то надо какое-нибудь там лекарство перенять. И из-за соплива смогут, если они у тебя есть. Можно пить и к врачу, послушать, послушать, давайте издать там анализы. И там мама сказала, вот пей теплую воду, ты должен выпить. И там надо сиропа выпить какого-то. И там надо попшикать тебе врет и едать. И тебе покапать капли в нос, если у тебя сопли. И если тебе глаза болят, то может покапать на глаза. Потому что бывают такие капли. Таблетки, пить лекарства. Идти домой, ложиться. Ну, еще тепло, тепло накрыться. Попить простой водичкой, только теплой. Лечиться. Что ж, у нас очень интересная, любопытная информация. Еще один пример того, как современные технологии помогают спасать животных. Теперь на сайте Волкбай можно будет виртуально ходить по следам волков из Беларьевской пущи, которые участвуют в проекте. То есть имеют специальные ошейники с GPS-передатчиками. Они при помощи SMS передают сигналы с точками, где недавно побывали волки. Сейчас таких волков трое. Но сигналы приходят только от двоих. От каждого в сутки приходят по 8 точек, которые помогают выстроить маршрут зверей. Информация о месохраждении публикуются в задержке примерно в неделю. Поэтому найти волка в лесу, по этим данным, совершенно невозможно. Но это сделано для защиты хищника, поскольку, несмотря на введенные в августе 2015 года моратории на отстрел волков в Беларьевской пущи, они, к сожалению, попадают в прицел охотников. Поэтому все сделано для того, чтобы любители живой природы могли наблюдать за вот этим интересным процессом. Но при этом люди, которые не соблюдают правила, не могли навредить никаким образом волку. Блог «Четыре волки» разрабатывали специалисты природоохранного проекта, который реализует в Беларьевской пущей общественное объединение аховов-птушек-батьковшины совместно с Франкфуртским зоологическим обществом. Весной следующего года специалисты планируют пометить еще семь волков в Беларьевской пущей, а также хотят повесить ошейники волкам из других территорий. За всеми их перемещениями можно будет следить в блоге. Все это сделано для того, чтобы как-то изменить негативный образ волка, который, в общем-то, создан различными сказками, рассказами в обществе. На самом деле же, каких-то доказательств о нападении волка на человека не было. В общем, это сделано для того, чтобы изменить его репутацию. Всего в пуще сейчас около 25-30 волков. Они сбиваются в небольшие стаи по 4-5 особей. Кстати говоря, по всей стране их насчитывается не более 800 особей. И благодаря проекту специалисты выяснили любопытные факты, например, такие, что территория, по которой бегают самки, не превышает 200 квадратных километров. Ну, а вот территория самцов несколько раз больше, что приятно отметить мне как мужчине. Ну что ж, сказать финансовую поддержку этому проекту может каждый. Сейчас специалисты нуждаются в средствах для того, чтобы закупить дополнительные ошейники. Присоединяйтесь к хорошему делу. Сохраняем природу вместе, друзья. Ну, а сейчас вместе смотрим, чем же день сегодняшний отмечен в истории, в разные годы. Смотрим календарь. 12 декабря знаменовано следующими событиями. 1796 год. Согласно указу Сената, Минская губерния поделена на 10 уездов. Бобруйский, Борисовский, Вилейский, Дисненский, Игуменский, Мозырский, Минский, Пинский, Речицкий и Слуцкий. Позднее Вилейский и Дисненский уезды отошли к Виленской губернии, а к Минской присоединили Новогрудский уезд. 1901 год. В Великобритании основана ассоциация настольного тенниса. У его истоков стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигаретных коробок. Мечами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги. 1912 год. На сцене Большого театра в Москве состоялась премьера знаменитой народной музыкальной драмы мусоргского «Хованщина» в постановке Федора Шаляпина. Опер описывает короткий период всегластья князя Ивана Хованского, назначенного царевной Софией после Стрелецкого бунта начальником Стрелецкого приказа. 1952 год. Принято распоряжение Совета министров СССР об организации в Минске авиаремонтной базы. Спустя 10 лет она стала Минским авиаремонтным заводом. 12 декабря 1977 года родился участник бывшей команды КВН, актер и телеведущий Сергей Светлаков. На сегодняшний день известен по многим ролям в фильмах. Среди них «Елки», «Дженгли», «Горько» и другие. А также как участник программы «Прожектор» Пэрис Хилтон. Продолжаем нашу программу. Сегодня очень много интересных новостей именно про праздник, о Рождестве, о Новом Годе. И Дед Мороз принимает самые различные обличия, об одном из которых мы сейчас расскажем. Очень любопытный факт. Партизанский Дед Мороз появится в мемориальном комплексе Хованщина. Окруженный болотами комплекс находится на островке в лесной чаще. Как и в годы Великой Отечественной, с большой землей островок соединяет единственная кладочка. Сегодня она больше похожа на мостик. Во время Великой Отечественной она была полностью уведена под воду, для того, чтобы немцы не увидели ее с воздуха. С этого года наработники Ивацевичского историко-краеведческого музея решили впервые задействовать мемориальный комплекс зимой, чтобы уже с декабря проводить здесь экскурсии. В том числе квест-экскурсии с обязательным визитом к партизанскому Деду Морозу, который встретит гостей оригинальным угощением и расскажет при этом, как партизаны встречали Новый год. Музей разработал два варианта экскурсии. Один из них традиционный, когда посетителям расскажет об истории мемориального комплекса, в штабе партизанского соединения Дед Мороз, который будет перепоясан пулеметной лентой и с револьвером на боку, угостит их пряниками, испеченными из ржаной муки, или же блинами из той же муки, но уже с крапивой. Давно мечтал попробовать блины с крапивой. Берем такой вариант себе на вооружение, в прямом смысле этого слова, партизанский Дед Мороз все-таки. Ну а сейчас мы узнаем, вернется ли зимняя погода к нам сегодня. Партнер показ прогноза погоды – компания Белтелеком. Безопасность в квартире, доме или офисе можно обеспечить с использованием самых современных технологий. В виде наблюдения, контроль проникновения, движения, задымления и подтопления могут быть организованы с услугой «Умный дом» от компании Белтелеком. При желании можно воспользоваться «Умной розеткой», управлять которой можно на расстоянии через интернет. Вся дополнительная информация по телефону 130 на сайте белтелеком.билай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы расскажем тебе, как стать репортером народных новостей программы «Утреннее эспрессо». Все очень просто. Любое интересное событие снимай любым удобным для тебя способом. Отправь видео на электронный адрес tvsobakatarkabres.by Или в группу в социальных сетях ВКонтакте или в Фейсбук. Если раньше ты только мечтал об этом, то сегодня у тебя появилась реальная возможность стать репортером народных новостей. Сделаем программу «Утреннее эспрессо» вместе еще интереснее. Наш партнер – Белтелеком. Национальный оператор связи Республики Беларусь. Продолжаем и переходим к музыке. Вопрос влияния музыки на организм человека актуален еще с древних времен. Уже тогда было известно, что при помощи музыки можно вызвать радость, снять боль и даже излечить от серьезных болезней. Так в Древнем Египте хоровым пением лечили бессонницу и снимали боль. Любопытный вариант, правда? Ну вот хором спели. Да, рядом стали с человеком, который страдает бессонницей, спели их хором. То есть приходишь к соседям, собираешь их всех, если головоболит, они поют тебе хором, и все проходит. И все проходит, и ты сразу же засыпаешь. Здорово. Врачи Древнего Китая и вовсе выписывали музыкальные мелодии в качестве рецепта, полагая, что музыка способна излечить любую болезнь, а вот великий математик и ученый Пифагор предложил использовать музыку против гнева, ярости, заблуждений, пассивности души, а также применять ее для развития интеллекта. Вот так. Ну а его последователь Платон считал, что музыка восстанавливает гармонию всех процессов в организме и вообще во всей вселенной. Абицин весьма эффективно применял музыку в лечении душевно больных людей. На Руси для лечения головной боли, болезней суставов, снятия порчи из глаза используем мелодию колокольного звона. Ну вот это, кстати, явление, даже современные ученые ему нашли объяснение, объясняют это тем, что колокольный звон обладает ультразвуковым и резонансным излучением, которые способны моментально уничтожить большинство вирусов и возбудителей опасных заболеваний. Так что ничего смешного, между прочим, в этом и нет. Использовать можно и сейчас такие варианты. Ой, незамедлительно как-то так вот быстро пролетело время. Друзья, хочется лишь еще раз напомнить о том, что отличная цветочная композиция, которую каждое утро вы видите на столе у нас. Это работа наших партнеров и друзей студии флористики Жордан, за что им огромное спасибо, потому что в эту необычную такую погоду для декабря они нам дарят дополнительные улыбки. Конечно. Друзья, мы завершаем нашу программу «Утро понедельника». Сегодня мы надеемся, что хорошее настроение, которое вы получили, мы надеемся с нашей программой, задаст вам ритм на целую неделю. Хорошего вам дня, отличного настроения. Улыбайтесь, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!